Еще будучи неверующим, я убедился в необходимости, исследуя христианские истины, применять историко-юридический метод или метод улик, как я его называю. Что это значит? Историко-юридический метод основан на доказательстве того, что сомнения в существовании определенного факта не обоснованы. Еще раз. Этот метод основан на доказательстве того, что сомнения в существовании определенного факта не обоснованы. Другими словами, судья или присяжные выносят вердикт или решение на основании достаточности или весомости представленных доказательств. Иначе говоря, есть ли достаточные основания полагать, что все это действительно произошло или таких оснований нет. Так вот, применяя метод улик или историко-юридический метод, мы рассматриваем три вида доказательств. Первый из них – устное свидетельство. Это когда один человек в устной форме передает другому информацию о том, что произошло. Второй вид – письменное свидетельство. Это письменные показания о том, что произошло. Третий вид – это вещественные доказательства. Фотография, нотариально заверенный и подписанный документ, отпечаток пальца, рисунок радужной оболочки глаза – его часто используют для идентификации личности и обеспечения безопасности. Устные и письменные свидетельства, а также вещественные доказательства – это и есть улики. Вот, например, попытайтесь научно доказать мне, что Авраам Линкольн был президентом Соединенных Штатов. Вы не сможете этого сделать, не сможете воспроизвести его пребывание на этом посту в контролируемых условиях, в присутствии наблюдателей. Однако, применяя метод улик или историко-юридический метод, вы это докажете. Как? Вы можете предъявить имеющиеся у вас фотографии, письменные показания свидетелей, подписанные и нотариально заверенные документы и так далее. На основании этих исторических улик вполне разумно сделать вывод, что Авраам Линкольн был президентом Соединенных Штатов. Тот же подход должен применяться и к личности Иисуса Христа, потому что невозможно воспроизвести его жизнь в контролируемых условиях, под наблюдением, как требует естественно-научный метод. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok